доброго дня всем сегодня у нас обзор готовых клинков из нарезной дамасской стали то есть катал я их вместе с другими клинками из стали к 990 бухлеровские и d2 но так как тем другим сталем нужно еще пошлифоваться как следует это я вам может мельком это покажу а сейчас вас обзор именно дамасских клинков ну давайте начнем прям самому ближнего варианта вот такие варианты сейчас у меня готовы это изначально шаблон финка нкбд и может кто-то уже узнал вот это по обуху чтобы был видный рисунок дамасский вот примерно такой же вариант вот но уже чуть-чуть микро так вот изменена вот здесь вот геометрия но все же можно назвать его таким же его можно даже вывесить на сайте как один и тот же клинок так дальше тоже финка и квд но в таком исполнении потому что но мне реально скучно работать с чем-то с одним и тем же то есть когда вот этот шаблонный этот вариант когда только шаблон катаешь и больше никаких справа влево нет рулить то мне это как бы просто скучно просто скучно поэтому вот иногда делаю такие вещи но вот этот клинок и вот этот уже нельзя мессера развешивать потому что вот вот есть какая-то не как бы небольшой плоскость оставил и они не могут быть одинаковыми поэтому они будут разного то есть под разными именами так сказать номерами под разными развешены вот это по одному шаблону дальше шаблон классический иногда из таких шаблонов производится якуты вот но это классический такой клинок то есть просто универсальный просто нож и просто для работы вот как-то так вот его можно назвать их всего четыре штуки они почти одинаковые сейчас я покажу разницу в чем на сильный обзор маленьк под затянется но это хорошо что я только пока дамасские клинки показываю потому что если бы показал все вместе которые то это было бы очень долго вот смотрите вот эта плоскость здесь уже здесь шире поэтому я даже вряд ли их буду на месте развешивать или примеру вот но это уже под больше как бы под финский нож клинок чем какой-то классический вот захотел я и вот таким вот увидеть и вообще главное желание во всем любом деле есть желание будет результат вот к первому клинку можно этот пристроить как бы по плоскости если судить потому что форма размеры все одинаковые и плоскость тоже принципе одинаковые подводки все ровные подводки все тонкие начала все ровное в этот раз я очень постарался по этому поводу и будет некое разделение она уже началось меня в принципе на сайте я его делаю то есть клиночки которые раньше я производил на отмашь так сказать который там на был бегом бегом сделать ну раньше это все просто прокатывал потому что мы сейчас прокатывает если я с оптовиками пример вот связываюсь то все тоже самое ничего не меняется но на клинки с максимально точными ровными гранями и всеми делами уходит побольше времени побольше работы причем намного побольше и то же время материалов больше вот этот клинок с браком легким таким видите такие легкие непровар на рез ни на что вообще не влияет влияет только вот вот товарный вид не товарный вид то есть если нож на продажу там под собирается будет там где-то выпендриться он не подходит а если нож будет собираться для работы то он подходит и плюс ценник будет пониже вот но без брака не бывает особенно с дамаском такая штука этот новая моделька в принципе тут сейчас еще будут новой модельки я покажу вот и что получается у меня на сайте будут клиночки с сделанные которые так вот на бегу в итоге будет упор то есть вот если будет есть больство такой ровный без упора то здесь будет как упор и не получится как холодное оружие а если вот больство будет с упором тогда будет холодный вот эта новенькая моделька вот и в общем клиночки будут которые сделаны максимально четко максимально правильно то есть специально вот для не для опта а вот так вот чтобы красиво ровно четко чтобы они будут чуть дороже это та же моделька но уже вот с такой звездочкой хвостовик показываю просто так вот все хорошо закалено с отпуском чтобы никаких там хрупких вариантов не было это та же моделька чуть-чуть с изменениями конечно шаблон использовался тот же вот очень и очень старался сделать все четко ровно все тонко все прямо все как бы вот чтоб прям вот на прям что вот так вот кто же новая моделька откуда берутся новую модель я уже говорил в прошлом видео но может быть кто-то не слышал я повторюсь не несложно я их просто рисую вечерами вот сижу вот захотелось что-то новенького взял листок бумаги карандаш и начинаешь рисовать и потом все это переводишь уже в шаблон и начинается работа этого было с верхним здесь вот фальшлезием так сказать взрезочкой верхней этот более длинным хвостовиком но без верхней взрезки и с легким если вы заметите а вы заметите я постараюсь браком то есть это такой микро микро непровар точечный совершенно также вообще никак не влияет на характеристики качества но внешний вид чуток чуток хромает будет чуток дешевле и вот та же моделька не до протер секунду на хотя не страшно против у меня руки не дат мыл тут уж о чем говорить до работа это грязная работа шумные пыльные и кто-то на говорит там вот это классно там вроде так здорово заниматься изготовлением клинков там ножей прочих особенно клинков и становится смешно потому что ну ладно с одним ковыряться там сколько времени может быть это какой-то интерес и вызывает а вот когда сотнями гоняешь и что тут уже становится просто работает но выживает этой работе тот у кого это клинок якута выживает тот кто любит свою работу любит свое дело несмотря на все вот эти вот грязь на все вот это вот все там много минусов очень много недостатков в этой работе ее работой назвать нельзя это пахота но вот тут кому несмотря на все это нравится своя работа то он остается именно на этом деле и никуда больше не шарахается вот якут якут опять же повторюсь с утонченной такой вот подводкой более тонкой потому что я уже раньше показывал вот давайте покажу может получится мне сейчас в разрезе так сказать когда вот здесь продают вот она идет толстый 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 и так кромки вдруг тык на заострение то но это колонн даже не знаю колуном ли можно назвать нож должен резать поэтому тот же якут должен быть геометрией режущей геометрии не знаю получится сейчас показать вот давно у меня спрашивали якутов давно у меня кричали когда 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 пожалуйста готовые якуты их 4 штуки чуть опять пальцы не пробил если я буду так делать на каждом видео это будет не очень здорово 3 якут и четвертый якут геометрию всех не пробил еще раз попытаюсь показать эту геометрию режущую вот нож который будет резать с клинками дамасками обзор завершён кому дальше не интересно то есть анонсирование там следующих каких-то работ потому что будущем то есть ждать спасибо за внимание тем кому интересно что я дальше буду до производить оставайтесь на связи я сейчас вам буду это показывать так все означает еще он давайте все курс опять начну это якуты вот это сталь d2 они там все одинаковые они еще шлифовки очень много шлифовки требуют очень прям много и у меня еще есть два клиночка и такие же якута из булата натурального но обещать не могу потому что если я их сдам сразу же то они на сайт просто не попадают и поэтому зачем обещать вот обещанные скалпеля такие мощненькие ну интересную вещь то интересные вот один скалпель будет мой сейчас покажу его объясню почему они тоже еще будут много шлифоваться на них будут рукоятки и так далее а вот клиночек который оставлю себе секундочку что-то его никак не найду мне всего а вот он всего 5 вот это будет мой скалпель я давно кстати уже хочу что у меня на столе был скалпель полноценный из полноценной стали полноценной изготовлены не просто какая-то железка застренный но вот вот поэтому я его оставлю себе сами видите на одну сторону закособочен это получилось потому что но я привык работать с такими большими заготовками а тут такая миниатюрная и как бы лента свежий я коснулся и сразу снял много с одной стороны и уже возврата нет тому что стали заканчивается как бы вот сюда и управить то будет в ноль и поэтому вот это для себя дальше еще у меня из стали бог лерка 990 сложно как запоминать название вот такая вот новая моделька тоже нарисовал ее не очень давно все тоже очень четко все очень ровно катит это я почему-то здесь увидел притины их можно не устанавливать но их можно и установить тут тоже очень много еще шлифовки требуется вплоть до полировки до зеркала вот очень такой приятный в руке удобный в руке плюс вот спирить со смещением с упором то есть я не знаю как по мне только просто ну класс ну классу нравится мне что-то в нем и короткий клиночек ну как я люблю но это вот не все любители коротких клинков где еще моделька вот сильным ой давайте сразу же начну той же модельки что-то меня черт попутал у меня все вот как-то предыдущие с двумя спусками верхние и нижние но вот здесь вот прям вот реально черт попутал тут тоже все будет шлифоваться полироваться но это вот такой полноценный серрейтор о палец даже режет то есть что прям х и пополам вот так вот та же модель вот если вдруг какие-то там не раскупятся под застрянут то я этому буду даже в некотором случае рад причем даже очень потому что я хотел бы собирать на них рукоятки вот как или этот вариант примеру тоже новая моделька тоже нарисовал параллельно вот с предыдущей что здесь особенного классика клинок на сужение как я люблю опять же с прогибом обушка тоже как я люблю и с под пальцевыми выемками удерживающими вот в эту сторону то есть специально руку так вот вкладывал на шаблоне все это подгонял чтобы каждый палец попадал куда надо и то есть не было неудобств чтобы вот это вот на пальцы не попадала именно каждый палец был в ямочке вот такой вот разделочник ну шикардос и сталь такая классная кстати по поводу стали этот к 990 принципе одно и то что и у 8 у 10 там или что-то не знаю такое нет с 8 нет не сравнить как у 10 только она потверже не твердости побольше из-за этого шлифовка посложнее дальше что у нас вот тоже новая моделька сталь тоже я и которую пошла все раздавил из толстой сделал потоньше потому что было но очень большая толщина вот это к 990 да что же мне с названием все сложно тоже будет все тоненько ровненько все четенько как вот и у дамаски клинков вот этот с повышенной такой вот широкой как бы взрезкой дальше та же моделька меру вот так и еще и увидел когда рисовал и я как-то на верхнюю не знаю думал сделать не сделать но когда сделал один клиночек то ну не знаю это влюбляет в себя реально это влюбляет это это просто шикардос всегда все вот сейчас вот все этой партии вот у этой вот тут вот у этой все идет очень ровно максимально стараясь чтобы не было никаких там вот разницы где-то неровности каких-то что-то еще что все было просто вот на высшем уровне также как бы новинка но она не новинка это опять шаблон финкин ну вот она не стандартно вот этим то что нам вот такая я вижу ножи вот так просто финкан квд по-моему но это нож от тычковый и может быть когда-то им все-таки может с усилием каким-то но разрезать колбасу все же вы чтобы вы как бы потому что там высота зарезки вот такая то есть это что сантиметр вы когда-нибудь видели чтобы сантиметр резал он пока острый вот прям очень острый он еще как-то режет а когда он чуть-чуть подсаживается все это это колумб поэтому финка никогда мне этим не нравится и поэтому я отруливаю вот сторону вот похожий принципе вариант идет слегка такой вот ее плоскость уставляю и все все вот эти вот варианты вот которые вам сейчас еще до показал и они вот на следующий раз на следующий обзор уже покажу что получится как будет это выглядеть и я все же продолжаю мечтать о том что я буду производить рукоятки для ножей я очень этого хочу я и хотел в этот раз их произвести и не просто не позволили вот эти вот варианты идет клинки надо доделывать нельзя их бросать плюс там несколько штук там были уже как бы в заказе вот они там упадут привыкли обычно вот на тяп-ляп сделанные а тут по высшему круто особо вот вот еще я взял как она называется не ну-ка айрон вуд вот взял айрон вуд тяжелая такая плотная деревяха из нее вот хочу рукоятки производить я взял много чего сейчас я вам неком покажу просто мельком вот такую взял именно в зеленом цвете и увидел потому что в черном она была в цвете но как бы черные шишки я не очень их увидел а вот именно в зеленом как одна и на ели цвет ели то есть шишки на ели вот он нам не понравился или такой взял потом взял стабилизированный граба стабилизированный граб и вот какой тут такой полосатый и сейчас не видно рисунок ясень это торцевой ясень вот здесь рисунок вида вот это синеватого они стабилизированы тоже идет в синеву вот так вот все на этом хватит разговоров не надо сейчас все это дело собрать донести как-то ближе к сайту и все это развесить и это уже в доз это забот работы завтра я уже чувствуется просто не смогу продолжить работы потому что у меня руки уже выдохлись но я и сам подустал конкретно устрою себе все-таки выходной наконец долгожданный и уж послезавтра я начну работать вот с оставшимися клинками чтобы все это доделать и все-таки попробовать опять взяться за рукоятки хочется творить хочется делать какую-то красоту они просто вот впасть да здесь каждый тоже творишь и тоже красота но хочется немножко еще чего-то нового как бы но не новое но разнообразие хочется иначе монотонность она начинает гнобить а это не то чего хотелось бы все спасибо за внимание увидимся